Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу, как быстро и спокойно оплатить букинг из России для россиян и жить как раньше, спокойно бронировать отели, выбирать то, что вам нравится и ездить по другим странам. Также скажу схему, посмотрите видео до конца, как очень быстро перевести рубли из России, потом и оплатить. Давайте подробнее. Поэтому российские банковские карты для оплаты букинг, ни МИР, ни Юнион Пэй не работают. Оплатить с них не получится. Ни с одной, то есть ни забронировать, ни оплатить. Очень часто, например, чтобы внести бронь, надо указать данные карточки. Если вы не внесете, то не забронируете. Работают иностранные банковские карты, что использую я. У меня банковские карты мультивалютные Казахстана. Я перевожу с них деньги из России, можно спокойно перевести в рублях, причем очень быстро, за несколько секунд онлайн, скажу способ чуть позже, и плачу с них за букинг. То есть перевел рубли, поменял по хорошему курсу, курс хороший, может 1-2% от биржевой, отличается на доллары и спокойно забронировал отели. С казахстанских банковских карт можно бронировать отели на Букинг, на AirBnB. Тоже расскажу, что делать с AirBnB, там есть один нюанс. На Букинге можно спокойно с российских аккаунтов бронировать и оплачивать с казахстанских банковских карт, ну и в принципе с любой иностранной банковской карты зарубежного государства. Если вам нужно оформление мультивалютной банковской карты Казахстана, ну или, например, долларовой банковской карты Казахстана, все подробности будут в телеграм-канале. По ссылочке под этим видео занимаются мои хорошие партнеры уже более года, более тысячи клиентов, можете посмотреть кучу отзывов. С этой карты спокойно ездить за границей, везде платить, оплачивать любые зарубежные сервисы без всяких проблем. Так вот, если у вас все-таки нет этой карты, ну можно, конечно, забравиться на Букинге без ввода банковской карты, без ввода, но вариантов будет очень мало. Есть российские аналоги, российские сервисы. Ссылочку дам под этим видео, но часто там, например, будет где-то либо выбор меньше, либо не бывает специальных предложений, как на Букинге. Ну, кто часто путешествует, у меня, например, на Букинге Акаил Дженниус 3 всегда есть скидочка постоянная, или, например, за эти же деньги более улучшенный номер, ни в одном российском агрегаторе этого нет. Часто там цен либо на 20% дороже примерно, либо просто каких-то мелких апартаментов интересных часто бывает. На Букинге такие в старых, аутентичных местах маленькие отельчики. Я в таком жил в Мадриде, в Толедо, в центре города, которых просто специально сравнил, даже нет на российских вот этих сервисах. Опять, ну, вариантов, если у вас нету, список этих сервисов, да, под этим видео. Опять, если вы один раз, ну, едете, допустим, 100 тысяч у вас рублей, условно говоря, где-то в Европе, плюс 20 тысяч, так просто. И вы регулярно путешествуете, оформите казахстанскую банковскую карту, не будете мучиться. Плюс, конечно, за границей еще вы с российской карты будете мучиться оплачивать. А с казахстанской, ну, с киргизстанской тоже можно оформить. Это можно делать совершенно спокойно, снимать наличные везде. Какой еще нюанс? Вот, допустим, букинг по России не работает. То есть, если за границей вы спокойны с российского аккаунта, ищите, там, допустим, в Турции, в Дубае, в Испании, в Италии, просто не можете оплатить, то по России вам придется использовать эти российские сервисы, там, Островок, Яндекс.Путешествия. Ссылочку дам под этим видео, ну, только с них бронировать. Букинг просто не работает. По России вариантов нет. Как еще, например, можно оплатить букинг? Есть посредники, которые предлагают тоже оплатить букинг. Ну, опять, вы заплатите за их услуги 20-30%, но лучше оформить один раз казахстанскую банковскую карту посредниками. Ну, я пользуюсь, говорю, то, что делаю я. И так обещал вам рассказать, как быстро перевести. Например, сейчас можно перевести из Тинькофф, прям по номеру телефона, на Банк Freedom Finance Казахстан, так же, как вы переводите по СБП, на российские банки за 10 секунд онлайн. До 100 тысяч рублей спокойно без комиссии, дальше, по-моему, 1%. То есть, ну, небольшая комиссия. Переводите, спокойно конвертируете в доллары и оплачиваете. Надо, если мультивалютную банковскую карту Казахстана с доставкой в Россию и даже в другие зарубежные страны, это можно организовать. Подробности в Телеграм-канале. Опять, сколько будет эта возможность оформить данные карты с доставкой россиян в Россию и в другие зарубежные страны, не знаю. С каждым разом все усложняется, усложняются процедуры. Ну, сами понимаете, почему. Также еще важный момент, в сети очень много мошенников, которые делают одностраничные сайты, подделывают аккаунты в Телеграме. Будьте очень аккуратны. Мои партнеры работают более года, сделали более тысячи карт Казахстана, я ими сами пользуюсь для оплаты. Ну, я вот сюда приложу скрины своих оплат, что я действительно живу в Букинге, бронировал отели на Букинге, на Эрдминбе. Постоянно с казахстанских банковских карт, они у меня все есть. Теперь, как забронировать Эрдминбе. На Эрдминбе ситуация другая, они просто не работают с российскими аккаунтами. Поэтому, чтобы забронировать жилье на Эрдминбе, вам нужно завести новый казахстанский аккаунт. Включайте VPN, ставите страну Казахстан. На компьютере, либо с телефона. Если один раз там не получится, другой VPN попробуйте. Все получается. Опять еще, в России многие операторы начинают блокировать эти VPN, чтобы вы не заходили никуда, не использовали их. Ну, так вот, просто используйте VPN, казахстанский аккаунт. Конечно, очень повезло, что номер телефона Казахстана начинается на плюс 7, так же, как и номер России. Можно даже использовать российский. Я знаю, у меня знакомые используют российский номер. Но я опять сделал себе две карты Теле2 Казахстана. Чтобы было спокойнее, можно регистрироваться на сайтах. Если надо, опять уточните у наших партнеров, они вам могут сим-карту тоже сделать с банковской картой Казахстана. Причем у них там есть классный тариф, у Теле2 у Казахстана. Один тенге вы платите в месяц, у вас номер не блокируется. То есть не надо в месяц какую-то сумму платить. Один тенге это вообще какие-то копейки, несколько российских копеек. Вот, и у вас просто смс-ки все приходят, подтверждающие. Вы можете спокойно, в том числе, оплачивать любые сервисы, где требуется подтверждение по смс. Если вдруг на российский они телефоны не отправляют, на российский зарегистрированный в России, пожалуйста, вот используйте Казахстан. Зарегистрировали аккаунт Казахстана, указали там, что вы живете тоже желательно есть. Какие-то есть в Казахстане, еще где-то. Ну и даже с российским паспортом проходит, что вы можете быть гражданином России, а жить и работать в Казахстане. Опять, Airbnb, это, ну, не надо вот докапываться, так вот вычислять вас. Ну, сделаю. Я бронировал, мои знакомые бронировали, все работает. И бронировать также спокойно жилье на Airbnb. Есть очень часто хорошие варианты, особенно вам нужно на более долгий срок. Ну, не хочет кто-то жить в отеле, прям не стиральная машинка, вот нужно там постоянно волейбол на пляже, играю в футбол. Ну, как-то в домашней атмосфере хочется жить. Также можете спокойно бронировать. Если нужна карта, все подробности в Телеграм-канале по ссылочке банковской карты Казахстана. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Ну, не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал. Если вам понравилось это видео, задавайте вопросы, что знаю, отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok